Всем привет и добро пожаловать на сайт chess.com. Сегодня мы с вами вместе разберемся со всем функционалом сайта, зарегистрируемся для игры и начнем партию. Даже если вы уже давно пользуетесь сайтом, возможно, вы найдете что-то полезное для себя в этом видео, потому что функционал сайта очень обширный. Создан он в Америке, поэтому возможно, что вы даже пользуетесь им на английском языке и не смогли найти всех возможностей, о которых я вам сегодня расскажу. Итак, для того, чтобы начать, мы открываем сайт chess.com. Выглядит он вот так, если вы не зарегистрированы и не авторизованы. Очень легко поменять все на русский язык. Можно просто после chess.com ввести slash.ru и вы попадаете на переведенную версию сайта. Можно также использовать и другие языки. Вот здесь кнопочка, но мы с вами посмотрим все на русском. Если вы нажимаете вот эту кнопку «Играть сейчас», вы не попадете в партию. Изначально вы должны создать аккаунт, поэтому мы на нее переходим и вот здесь вводим имя пользователя, которое мы хотим выбрать для себя. Естественно, если имя пользователя уже занято, а оно должно быть уникальным, то вам сайт выдаст другие варианты или какие-то случайные или вариации на имя, которое вы хотели выбрать. Дальше в почту вводится ваш email, далее пароль. Можно выбрать уровень, это не обязательно, это ни на что не влияет. И далее, конечно, обязательно запомнить этот пароль, но если вы его забудете, то на почту сможете сбросить временный пароль и восстановить доступ к аккаунту. Также можно зарегистрироваться через один из сервисов Apple ID, Google или Facebook. Если у вас уже есть аккаунт, то вы можете нажать на кнопочку «Войдите» и «Авторизоваться». У меня уже пароль сохранен, это не рекомендуется делать, если сайт будет открыт на компьютере, который не принадлежит вам, либо вы не уверены в его безопасности. Лучше пароль запомнить, но если это ваш персональный компьютер, вы можете, конечно, использовать любые доступные способы запоминания пароля. Сейчас мы авторизуемся, вот мы попали на страничку, которая изначально выглядит таким образом для всех, кто только что зарегистрировался. В первую очередь я советую вам перейти в настройки, а не на английском сейчас, это settings. И в настройках вы можете все сделать под себя. Вы можете здесь ввести имя, фамилию, можно просто имя. Значит, дальше вы можете выбрать... Изначально вы, конечно, лучше поменяйте здесь язык на русский, чтобы все было понятно. Далее вы можете выбрать, откуда вы, где вы находитесь. Если вы в языке материалов поменяете на только мой язык, то все новости, все статьи, которые появляются на сайте, будут на русском языке. То есть все, что доступно переведено на русский язык, будет вам видно. Также вы можете выбрать английский и мой язык. Тогда будет видно и на английском. Естественно, у нас гораздо больше информации на английском языке, но очень многое переводится регулярно на русский, поэтому это абсолютно на ваше усмотрение. Можно выбрать и другие языки, если вы хотите читать на разных. Можно попадать сразу же на страничку, где находится игра в шахматы. То есть вы можете миновать главную, миновать новости и сразу попасть в игровую зону. То есть можно выбрать здесь таким образом. Можно выбрать часовой пояс. Это тоже удобно в том случае, если вы хотите знать, когда начинается турнир, чтобы ориентироваться по своему времени. Можно указать также свой рейтинг и написать небольшую информацию о себе. Это поможет другим людям найти вас и с вами связаться и разговаривать. Далее вы можете поменять вид доски и фигур, чтобы вам было удобнее играть. К примеру, можно выбрать, как выглядит доска и фигуры на случай, если вам не удобно играть с тем цветом, который по умолчанию. К примеру, стандартно доска может выглядеть вот так. Можно включить, чтобы можно было видеть координаты либо на доске, либо за пределами доски. И можно сделать, чтобы передвижение фигур было анимировано, либо нет. Это уже на ваше усмотрение. Можно сыграть несколько партий и узнать, нравится вам так или нет, и что-то поменять под себя. Но главное знать всегда, где находятся вот эти настройки. Далее очень важно понять, нужно вам показывать допустимые ходы или нет. Если вы начинающий, либо играют ваши дети, то, конечно же, удобнее, чтобы можно было видеть допустимые ходы. Можно играть со звуками или без. И можно подсвечивать также ход для того, чтобы можно было видеть, кто только что сходил и какой был сделан ход. Ну и обязательно всегда сохранять настройки. Далее можно поменять фон, на котором у вас находится доска, весь сайт. То есть тоже можно можно даже сделать свой вариант. Можно сделать в темных тонах и выбрать любой. Есть очень интересный даже со звуками. Это все тоже интересно. Далее очень важный раздел очные шахматы. Это как раз сама игровая зона, на которой вы играете. Так называемый примув, который обязателен при быстрой игре, его стоит включить, если вы ими пользуетесь. Также выбрать, превращать в ферзя пешку по умолчанию или нет. Если вы играете более медленные партии, то, конечно же, можно выбрать всегда фигуру, когда у вас пешка проходит в ферзи. Ну и, соответственно, все остальные настройки тоже обязательно посмотрите и разберитесь. Можно здесь выбрать, чтобы вас могли вызывать на партию только друзья, либо никто, либо все пользователи. Вы можете читать новости, и чтобы вас не отвлекали вызовы, вы можете эту отключить, чтобы вас никто не мог вызывать. По умолчанию сразу же анализ партии может включаться. Это тоже на ваше усмотрение. Если вы смотрите чужие партии, хотите видеть оценку компьютера, это тоже можно включить. Предупреждение об окончании времени – это будет такой сигнал, звоночек, когда у вас остается меньше минуты. Это тоже удобно в случае, если вы можете забыть о том, что у вас остается мало времени. Входящие вызовы и исходящие вызовы – это такая функция, в которой вы можете ограничить рейтинг ваших соперников. То есть, к примеру, если вы не хотите играть с соперниками ниже вас по рейтингу, вы можете поставить, чтобы было только минус 50. И плюс, например, если вы не хотите играть с очень сильными соперниками, вы можете ограничить, насколько выше рейтинг у вашего соперника. Здесь в этих настройках тоже можно сделать так, чтобы вам было удобно играть случайные партии. Ну и дальше чат, анонсы событий – это тоже все чисто индивидуально, вы можете настроить как хотите. Далее заочные шахматы – это шахматы, в которых контроль намного дольше, чем в очных, в живых шахматах. Здесь контроль может быть от нескольких часов до нескольких дней. То есть, это как игра по переписке. И зависит от того, будете ли вы пользоваться этой функцией или нет, здесь тоже можно настройки сделать для себя. Если вы премиальный пользователь Часком, то у вас есть вот такая функция «Пристановить все партии» и использовать ваш отпуск. Это платная функция, она включена в премиальную подписку. Далее задачи. Вы можете пользоваться разным функционалом. Функционал зависит от того, какой у вас уровень подписки, либо бесплатная, либо одна из трех платных. Вы можете пользоваться разными задачами и уроками, соответственно. Ну здесь тоже все эти настройки, вы можете с ними разобраться позднее. Конфиденциальность – это то, насколько вы готовы общаться с другими пользователями. Если вы не хотите, чтобы вам никто писал личных сообщений, то тоже можете здесь все отключить. Ну и, соответственно, уведомления тоже очень важная функция, в которой вы можете ограничить, сколько вам приходит уведомлений на мобильную версию, на почту. Вы можете отписаться или подписаться на уведомления о новых новостях от кого-то, кого вы любите читать, либо получение новых сообщений. Ну и, соответственно, также ЧС-ТВ. Об этом мы поговорим позже. Вы можете связать ваш аккаунт с разными соцсетями. Если вы стример, к примеру, вы можете подключить ваш твич, чтобы было удобнее оповещать всех о том, что вы начали стримить. Далее блоги. И здесь можно выбрать, как он будет называться, кто его может просматривать, только друзья или все, какая на него ссылка. Вы можете ее здесь также видеть. И описание. Ну и сменить пароль также можно здесь, в конце. Очень много настроек. Естественно, сразу в них во всех разобраться у вас не получится, но стоит начать сверху вниз и разобраться, в первую очередь, с тем, какой вам вид доски нравится, хотите ли вы поменять фон. И самое главное, конечно, большинство из нас приходит на сайт час.ком, чтобы сыграть партию. И обязательно, чтобы эту партию было удобно играть, взобраться со всеми вот этими настройками и все сделать под себя. И обязательно, конечно, сохранить. Не забывайте нажимать вот эту кнопку, потому что иначе ваш прогресс не сохранится. Итак, после того, как мы настроили все, как нам удобно, мы выходим из настроек, переходим на главную страницу. Вот таким вот образом выглядит она, так как мы поменяли фон. После этого можно переходить, собственно, игре, к задачам или к просмотру телевидения на час.ком. Ну, об этом мы с вами поговорим в следующем выпуске. До новых встреч! Играйте шахматы!